Приветствую вас. Вы знаете, ситуация на самом деле не совсем однозначна, потому что, во-первых, не совсем понятна сама ситуация. Вот вы пишите, что ваша жена пьёт энергетики в день по две, там бывает по три банки. Что значит пьёт? Это она всегда пила их энергетики? Или она начала их пить когда-то, вот, ну, в какой-то момент она начала их пить? То есть, если она их начала в какой-то момент пить, значит, что-то произошло, что-то случилось, что-то, ну, её, там, условно говоря, ну, вынудила, к примеру, да, вынудила её это делать. То есть, какие-то события произошли такие, что она стала пить энергетики, и вам по-хорошему нужно с ней не разговаривать, да, вот как вы делаете это сейчас. И не говорите о том, что это вредно. А вам нужно для начала просто убрать обстоятельства, по которым она это делает. Для начала. Вот. Если она всегда пила энергетики, то, опять же, здесь момент такой, что вы её, получается, раньше принимали, такой вот, да, ну, пьющий энергетики, а теперь отказываетесь принимать. То есть, это вот то, что несколько странно выглядит. Это первое. Второе. Значит, вы с ней пытаетесь поговорить, что это вредно, но вы не спрашиваете у неё, опять же, а почему она это делает? Вы не спрашиваете у неё, почему она так поступает? Вы не спрашиваете у неё, что её мотивирует? К примеру, может быть ей нравится, допустим, вкус энергетиков. Просто вкус. К примеру, может быть, там, что-то ещё, как бы, имеет место быть. Понимаете? То есть, это всё нужно выяснить. Выяснить, а не пытаться её, вот, как это делаете вы, да, перевоспитывать, ну, как вы сейчас пытаетесь её перевоспитать, например. Вот. Далее. Возникает ссора, пишите вы. Ну, опять же. Опять же. Что значит возникает ссора? Когда вы говорите, что возникает ссора, вы имеете в виду, что вы оба ссоритесь. То есть, ссоритесь вы и ссорится она. И если про неё говорить мы сейчас не можем, потому что её нет, то говорить про вас мы вполне себе можем, потому что вы к нам обратились за помощью. Отзываю, у меня к вам вопрос. Возникает. По какой причине вы, именно вы, ссоритесь? Какая ваша субъективная сторона для ссоры? Далее. Вы пишите, как её отучить. С одной стороны, необходимо ответить себе на вопрос, для чего вам это? С другой стороны, необходимо, чтобы вы увидели, что она получает от этого. И дали ей это. Чтобы вы дали ей это, тогда она получает в результате потребления энергетиков. Тогда она слёг вот и от них откажется. Вот и всё. На такое ощущение, что вы брать родительскую позицию заняли и всё. Отношения к ней с ней. В некоторой степени это эгоистично и, возможно, она это понимает. Поэтому не хочет отказываться от потребления энергетиков и дальше. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok